Добрый вечер! Вы смотрите программу «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Сегодня у меня в гостях мэр Петрозаводска Ирина Юрьевна Мирошник. Здравствуйте! Здравствуйте! Ирина Юрьевна, первое. Сегодня о чем хотелось бы поговорить, это наши мосты. Ограничили движение? Давайте еще раз по порядку, какие мосты у нас ограничили движение на них, чем это чревато и, соответственно, изменение троллейбусов, маршрутов. И когда эта ситуация теоретически хотя бы может разрешиться и кто может помочь? Меры эти были крайне необходимы, хотя понятно, что они создают дополнительные сложности и для автолюбителей, и для тех горожан, которые пользуются услугами общественного транспорта. Но обеспечение безопасности – это превыше всех других позиций. Поэтому наша задача при соблюдении необходимых норм безопасности обеспечить еще, тем не менее, и определенный комфорт и возможность нормальной работы общественного транспорта и передвижения легкового транспорта по данным сооружениям. Ну давайте так, я проще скажу, проблема есть, да, ни для кого это, ни нового, что денег ограничено, следить идеально за мостами, да, ну не получается, плюс фактор времени, когда они были построены. Соответственно, рано или поздно мы бы пришли к тому, что надо их ремонтировать. Мы пришли к этому моменту, да, вот поэтому эти ограничения. Да, эти мостовые сооружения не знали капитального ремонта, назрела необходимость в его проведении. Мост по улице Мерецкого, так называемый Пименовский мост по Гюлинга и мост по улице Кирова, рядом с Верховным судом Республики Карелия. Три моста требуют ограничения сейчас проезда большегрузного транспорта и в том числе общественного транспорта. Поэтому на тот период, пока мы изыскиваем средства и готовимся к выполнению ремонтных работ, ограничения по этим мостам будет. Сколько надо денег? 220 миллионов, вот та сумма, которая необходима на все три моста. На три моста. Ну давайте теперь подумаем, откуда эти деньги можно взять. Да, пользуясь случаем, что как раз тот период, когда у нас была готова экспертиза и определена стоимость ремонтных работ, у нас работала государственная комиссия в городе Петрозаводске, мы обратились и глава республики обратился также к членам госкомиссии о выделении денег в рамках федеральных сольвов программ, либо просто из федерального бюджета. Ну то есть, в общем-то, кроме федералов нам рассчитывать нет. Предварительная договоренность есть. 220 миллионов, ну сумма. Ну все-таки она не сопоставима со строительством того же. Давайте тогда так, загадывать по срокам мы не будем, да, все будет зависеть от того, как эти деньги появятся. Ирина Юрьевна, продолжаю тему наших переправ. Понтонный мост в Соломином. Мост есть, отзывы непонятно какие, кому, кого все устраивает, кому все нравится. Кто-то пишет, вы что, что это такое вообще сделали. Во-первых, мне хочется у вас узнать, сколько стоил этот мост? Этот мост стоит 72 миллиона рублей. Уже деньги заплатили? Нет. Еще не заплатили. Мост проектировали на нашем Онежском судостроительном заводе, правильно? Проектировщик был не с Онежского судоремонтного, а с другой организацией. Не наш, но типовой проект, скажем, да? Да, типовой проект, и надо помнить о том, что это не стационарный мост. Пантон. Это понтон, это водный объект. Это очень благ средства, да. Да, это корабль, который, кстати, вот впервые поставлен на учет в водный регистр. Это означает, говорит о том, что переправа безопасна для эксплуатации. Поэтому сейчас мы получили объект, который соответствует всем нормам безопасности. Впервые для пешеходов предусмотрены все ограждающие приспособления и расширение той части, чтобы позволяло безопасно перемещаться по нему. Однополосное движение по-прежнему, но вот в силу наших возможностей финансовых пока такой вариант, потому что по поводу стационарного моста в перспективе никто не отказывается, и было бы нелогично сооружать нечто громоздкое и более дорогостоящее. То есть это, в принципе, временный вариант, правильно? Это временный вариант, который... Ну, а вот как теперь? Не угодить же, получается, никому. Ну, видимо, надо привыкнуть, потому что... Ну, по Гоголевскому путепроводу тоже уже есть возмущение, что там же тоже будут пробки. Ну, вот что делать? Тем не менее, я считаю, что... А скажите мне по-человечески, сразу перебиваю, у вас никогда не возникало желания, да ну его нафиг вообще ничего не делать? Я думаю, что на эти нюансы человеческих особенностей не надо обращать внимания, потому что, ну, в некоторых моментах и по многим ситуациям критика, она полезна, потому что это как катализатор для дальнейших каких-то проработок или усовершенствований. Но по большому счету я стараюсь не отчаиваться, а все равно стараться и придумывать что-то, и воплощать на благо города. Возвращаясь к понтонному мосту, деньги, я так понимаю, будут переведены, когда все нюансы будут учтены, да, по поводу пожеланий, там есть какие-то недочеты, да? По скользкости аппарелей были вопросы, то есть это отрегулировано, по балансировке моста. Сейчас еще некоторые сложности связаны, что светофорный объект не пришел, он там подрядчик у нас из дальних краев, поэтому на этой неделе установим постоянный светофор. Будка установлена, регулирование будет круглосуточное, не так, как раньше, только в определенные периоды. Поэтому реверсное движение по-прежнему позволит всем пересекать одну и другую сторону залива. Хорошо, с мостами. Надеюсь, что сейчас телезрителям стало понятно, да? Где-то ограничили, где-то построили. Гоголевский работает и, слава богу, поживем, увидим, что там с пробками будет, да? И я вот хочу еще, Денис, добавить, что вопросы функционирования городского хозяйства, они в последнее время стали очень очевидны и значимы для населения. Я вот по итогам общественных слушаний по программе местных инициатив обратила внимание на ту тенденцию, если раньше жители Петрозаводска больше сосредотачивались на проектах такого ландшафтного характера благоустройства территорий, то сейчас стала присутствовать некоторая такая прагматичная составляющая о том, что, в принципе, у нас в последнее время появилось достаточное количество благоустроенных территорий, и теперь вопрос стоит о их правильной эксплуатации и содержании. И вот мы пришли к пониманию, и население нас в этом поддерживает, о том, что велодорожки нужны, нужна развитие велоинфраструктуры, о том, что нужно благоустроить территорию ярмарки на Инженерной, подходы к Петровскому роднику на Ключевой и оборудовать лестничные спуски. Мы сейчас инвентаризацию провели всех лестничных спусков в городе Петрозаводске, и тоже понимаем, что это очень важная составляющая. Ведь неправильно, если мы благоустраиваем какие-то территории, создаем, строим новые площадки, и при этом игнорируем очень важные позиции мостовых сооружений, лестничных спусков, необходимой велоинфраструктуры, это тоже очень важная составляющая комфортной городской среды. И поэтому такой определенный перелом в нашем сознании произошел. Население Петрозаводска я в первую очередь имею в виду. И мы, сообща, в 2018 году постараемся реализовать проекты комфортной городской среды именно в этих направлениях. В другой теме, но тоже, скажем так, острая тема, очередь на запись детей в первые классы. В общем-то, костры жгут люди у школ, собираются, в машинах сидят. Это все ради того, чтобы их ребенок пошел в определенную школу. Ситуация, конечно, у нас не первый год повторяется. У меня вопрос, как ее мы все-таки сможем разрешить? Понятно, что альтернатива – это электронная очередь. Но и то, мне тоже кажется, не решение вопросов. Почему? Потому что все хотят, чтобы ребенок учился вот именно в этой школе, в этой престижной, а остальные как будто вот там третий сорт или еще какие-то мысли там, наверное, у родителей. Ирина Юрьевна, что мы можем исправить и можем ли? Вы совершенно правы, что электронная очередь – это лишь позволит нам уйти от живых очередей и такого наглядного понимания того, что сколько неудовлетворенных родителей остается. Потому что статистика давно нам уже известна и понятна по лицеям и гимназиям. В два с половиной, в три раза желающих больше на вакантные места претендуют родители. И мы все равно будем работать в этом направлении. Надеемся на содействие Республики Карелия, чтобы выход на федеральный портал для того, чтобы он мог справиться с этой нагрузкой, все-таки у нас состоялся в следующем году. Мы, кстати, в этом году, когда уже пошли такие нощищрения, по одной школе в день обеспечили запись, все равно не смогли избежать тех нюансов, что родители тренировались и обрушили нам во время записи 39-й школы портал. Их тоже родители, можно понять, они волновались накануне своей записи в другие школы. То есть желающих было кратно больше, чем реально поступили в 39-ю школу. Родителям в очередной раз я могу сказать лишь следующее, что в начальную школу нужно идти на учителя. И у нас очень много профессиональных, талантливых учителей, работающих в обычных, не статусных школах, но дающих очень качественное образование. И, кстати, ситуация немного меняется. У нас уже есть такие случаи, ситуации, когда и обычные школы в так называемых спальных районах достаточно аншлаг испытывают от того, что родители знают о том, что там очень... Хороший педагог, да? Честно говоря, для меня эта ситуация, вот ночью там сидеть в очереди где-то, это, конечно, нонсенс какой-то. Но не знаю я. Я думаю, что в следующем году это всё-таки уже уйдёт в прошлое. У меня уже мысль такая, может быть, там, допустим, два державенских лица сделать в разных концах города с одним названием и тогда... Самое-то главное, что потом, когда дети попадают благодаря родителям в желанную школу, не все ведь справляются и выдерживают эту нагрузку. И самое-то печальное, что психологические проблемы у детей начинаются от того, что они чувствуют себя неуспешными, они не поспевают. Ведь есть статистика, опять-таки, есть исследования специалистов и врачей о том, что процентов 14-15 только вначале готовили справиться с такой программой. А если мы уже понимаем, что у нас лицеев и гимназии чуть ли не половина школ в городе, то, значит, родители искусственно загоняют или насильно загоняют ребёнка в эти рамки. И тут ведь очень важно понять, что же нужно ребёнку. Не реализовывать свои какие-то вот несбывшиеся амбиции и мечтания. Может быть, на начальных этапах ребёнку нужна другая среда, более комфортная. Знаете, я проще скажу, Ирина Юрьевна, это ситуация как с высшим образованием в своё время, в 90-х, было экономисты и юристы. Сколько их? Где половина из них? Ну, в общем, а какие битвы-то были, конкурсы какие? Слёз сколько? Истерик? Сломанных судеб, можно так сказать? Так вот. И всегда тоже для меня было показательно, что программисты мирового уровня, наши ребята-выпускники Петрозаводского государственного университета, которые ездили на Олимпиады мирового уровня и побеждали там, они, вот один из таких программистов учился в обычной 33-й школе. Последнее, что сегодня хочу спросить. Новый год у нас тут говорят скоро. Что у нас в плане украшения города? Насколько на что? Да. Да. Главная ёлка уже установлена, появятся новые украшения, мы все ждём. И кроме того, на 10 ёлках в других районах города, несмотря на такую ситуацию, может быть, печальную, что в отдалённых районах города нам трудно удаётся сохранить украшения на ёлке, их целостность и, в принципе, наличие. Нестные особенности, скажем так. Мы не отказываемся от того, чтобы установить ёлки в каждом районе города. И в этом году игрушки будут уникальные, изготовленные детьми из дошкольных, школьных организаций. Из детских садов. Да, я в курсе. Поэтому надеемся, что хотя бы к ним будет более гуманное отношение у населения. Зря мы, по-моему, это сказали. Честное слово. Наоборот, наверное. На сувениры, да, могут забрать. Тем не менее, консоли мы уже повесили, те, которые были в прошлом году у нас достаточно удачные, по центральным улицам города. Появятся и новые украшения, гирлянды. И очень активно работаем с организациями различных форм собственности, призывая их украсить город. И вот я сегодня с кураторами городских территорий в администрации общалась в очередной раз. И прямо называли адреса, что вот такой-то магазин, такой-то офис, никак ещё не украсил свои окна, и ощущения праздника нет. Поэтому мы даже так вот точно отрабатываем и стараемся всё-таки сказочное настроение, волшебное обеспечить. Я надеюсь, что мы до Нового года ещё встретимся, поговорим, может быть, о более приятных вещах, которые у нас в городе есть. Но, конечно, проблемы тоже придётся вспомнить. Итак, я напоминаю, сегодня у меня в гостях была мэр Петрозаводска Ирина Юрьевна Мирошник. Вы смотрели важную тему на ТНТ «Онега». Увидимся в нашем эфире. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»